МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Жара. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Участники нашего телепроекта не только находят в нем личное счастье, но и получают за это вполне ощутимую награду. Вчера вечером мы узнали результаты розыгрыша приза квартала. Зрители присудили миллион, Роме Третьякову и Ольге Бузовой. И мы искренне поздравляем эту пару. Однако в нашем доме еще есть и одиночки, которые только начинают поиски своей любви. Посмотрим, как будут развиваться отношения Давида и Ольги. Сегодня у них первое романтическое свидание. Сегодня 449-й день нашей телестройки. Вчера состоялось распределение пятизвездочных домиков. У Солнца и Мая из-за этого произошел конфликт. Дело в том, что Солнце хотело остаться в домике, а Май обещал уступить его Ольге и Роме. В итоге ВИП-гнездышко осталось за ними, но ребята так и не помирились. Они по-прежнему отказываются говорить друг с другом. Состоявшуюся дуэль Марины и новенькой Ольги Десятовской за сердце Давида выиграла Ольга. В свою очередь остальные участники делают ставки. Сложится ли в очередной раз отношение у Давида с новенькой девушкой или нет? Плохо тебе, да? Нет, мне хорошо. Сейчас тут вообще хорошо. Мне хорошо? А где вы купались? Сейчас мы пойдем, Женя, ты купаться. Сейчас пойдем, Женя, ты купаться. Сейчас мы, Женя, пойдем купаться. Вот, пожалуйста, смотрите, Евгения. Извините. Ой. Извините. Извините. А тут, понимаешь ли, сразу устраивают обнималки. Че? Почему бы, допустим, не пообниматься? Пока Ольги нет. А ты сразу и целуешь. Ничего себе. Ты вообще. Мне интересны девочки вообще. Любую возможность используют. Любую. Женя, мы пойдем купаться? Сейчас пойдем. Ты мне обещал, что когда мы отсюда выйдем, несмотря на то, кто в каком городе останется, мы с тобой вместе поедем в отпуск. В отпуск? Да. Хотя бы на неделю. Я думаю, что ты можешь мне, не знаю, за сколько месяцев, за 4, за 5 или за 6, не знаю, сколько мы будем подарить мне неделю отпуска, чтобы я имею в виду твоего времени и поехать. Уделишь же мне неделю? Ага. А потом вали на все 4 стороны, куда хочешь. Че, Сав? Вообще-то вали. Ты что, тебя опрашивают, что ли, угодно? Потом, что хочешь, то и делай. Останешься хорошо. Не останешься, ладно. Давид, а вы куда поедете на свидание? Если бы я знал. А ты хочешь поехать? А? Ты хочешь поехать с ним на свидание? Ну, пригласили, понимаешь, невозможно же пригласить. То есть только поэтому, да? Да нет. Я же хочу поболтать с ним. Может, она здесь не естественная, а там будет естественная. Ну, вот если ты хочешь с ней поболтать только, я могу сделать выводы, что эта женщина тебе не нужна. Почему? Потому что, если бы тебе нравилось, как женщина, ты бы не сказала, я хочу с ней поболтать. Ой, Алена, сейчас не присыпляйся к таким этим. Не получится. Получится. Слушай, там черные тучи надвигаются. Будешь классно. Угу. Черные тучи надвигаются, знаешь почему? Потому что ты с ней только поболтать хочешь. Если понравилась тебе как женщина, ты бы сказала, ой, какое сексуальное небо. Ах, как гром гремит, гром гремит так же, как гремит моё нутро. Ну, хорошо, давай спроси сначала, я выхожу. Давай. Спрашивай. Давид, ты хочешь с ней поехать на свидание? Да, очень, особенно когда она двигается очень сексуальной тучей. Ну, ты видишь. Меня тело суждают. Ну, да. Ну, Каля. А я же вижу, что это не твой человек. Алена, ну, чем ты видишь? Чем? Где у вас эта интересная женщина? Потому что ты любишь умных женщин. Я с тобой согласен. Ну, всё. Блин, мне не подходит она Давиду совершенно, вообще никак. Она маленькая девочка, ещё маленькая совсем. Не, вот я как считаю, потому что она не подходит. Ну... Фиктивно? Ну, да, не, не, не фиктивно. Всё-таки, да, Давиду нужно... Почему Давид такой, даже если бы там был другой, 30-летний, но был, знаешь, каким, был таким вот, я сказала, что ты сделала, то она бы подошла бы. То есть, вот как раз мне, ей нужно такое, что, знаешь, Вот управлял, управлял, подсказывал, как что делать, учил каким-то, знаешь, ценностям таким, вот. А Давид, он другой человек, ему наоборот нужна такая более взрослая девушка, которая уже тоже много повидала, опытная, чтобы... Как Марина. Ну да. Я вижу, что характер Марины тебе нравится. Характер, да, у Марины нервная система не в порядке. Она слишком много стресса в жизни пережила, я, может быть, за периметром где-то там взялся бы, до него успокоил бы, там, и так далее. Ну, если у него нервов не хватает, да, вот это бы садил. У нервов не хватит просто. У него самый опыт, у него не самый начинственный. Боже, это меня пугает, что ты так плачешь, что я полюблю другого мужчину. И я тебе потом скажу, ты что мне плохо делаешь. Ну, я. Я же не рада, что все вдруг так получилось. Нормально, что дальше... Так, я вообще просто размышляю. Ведь всякое может быть, если вдруг так получится. Это предательство, я с детства предательство ненавижу. Какое предательство? Это предательство. С чего ради это предательство? У тебя со мной отношения. Ну... И ты вдруг понимаешь, что ты любишь другого. Это не предательство. Ты же не можешь сказать, что мы все-таки нет. Извини, а ты мне делаешь больно, а я ненавижу, когда мне было. Так понятно, что каждый человек не любит, когда ему дело больно, но... Ты не можешь сказать, что ему сердце нет. Это не значит, что там ты изменяешь. Вот измена, это предательство. Я... Простите, я эгоист. Понимаешь, что такое эгоист? Да, просто сама какая. Вот видишь. Я не понимаю, почему девушка должна тебя ждать. А кисокисенька моя, а девочка моя. Неужели? Неужели это свершилось? Я просто диски писал, извини. Все, готова. Итак, мы едем смотреть, какой сюрприз я тебе приготовила. Правда? Да. Я уже боюсь. Это хорошо. Хорошо. Давайте, ребятки. Одобрю. Сколько раз можно было переодеваться? Нет, просто с этой пресс жарко было. Роман. Слушай, это интересно. Это опять розыгрыш, нет? Нет. Идем. Надеюсь. Теперь поговорим не о Бузовой. А Оля Деситовская плюс Давид равняется? Крепкая, надежная, прочная и долгая дружба. Еще раз, что? Дружба. Дружба. Так, тихо. Построились все по росту. По росту? Да. По росту дурак? Быстро, быстрее. Строимся по росту. По росту дураку. Вот мы так вот. Вот так вот. Я пошлю здесь крайне. Сэмик, иди по росту. Я по росту в троих. Сэмик, ты за мной. Почему я не так крайне? Я высокая могу. Вы красотка. Так. Я тоже, правильно? Высокая. Ну да, по линейке. На сочке выровняли по линейке. Я сказал. Петь буду, сейчас больно. Так. По линейке. Равнись! На плечо лучше чем-то. Равнись! Равнись! Сирна! Думаете, для чего у меня эта палка? Это копье, думаете? Так, скажи. Что ты сделал? Сиренулки! Ясно. Сиренулки в каратке. Так, вот эта палка, выдвигалка, она будет красить, грунтовать потолок. Ален, ходят слухи, что ты не любишь новенькую Ольгу. У тебя вообще насчет имени Ольги прям какое-то табу. Почему не люблю? Я к ней абсолютно отношусь. Ну нейтрально, да, как-то? Нет особого желания с ней общаться. А вот Давида ты наоборот любишь, да? Давида хорошо к нему относишься. И в принципе, как бы желаешь ему счастья, правильно? Почему ты думаешь, что Ольга не совсем ему подходит? Ксюшка, Давид любит умных женщин. Опять же, сегодня мы с ним прикалывались. Я говорю, что куда ты едешь? На свидание. Я говорю, ты хочешь поехать? Ну да, хочу. В общем... А чтобы энтузиазма не было? Ну и нет. По нему же видно. И мы тогда у него со Степкой спрашивали, у тебя они нравятся? Он говорит, только внешне. Потому что внутри такие девочки, они пустые. Они из одной серии. Ольга Бузова, вот эта Ольга и Люба Хаткевич, если ты ее помнишь. Конечно. Это, так сказать, одно яйцо, из которого они вылупились. Они пустые. Давид любит умных. Ему не обязательно, чтобы женщина была красивая. Давид взрослый мужчина, и он, так сказать, он уже настолько в жизни много повидал, и было у него много женщин, что он не гонится за красотой, как маленький мальчик. Ему надо, чтобы женщина была со стержнем, чтобы она его ценила, любила, давала ему какую-то взаимность. Вот и есть мой сюрприз для тебя. Слушай, я в шоке. Да? Я долго мечтал, очень мечтал полетать вот на таком самолетике. Обычно я летал на комфортабельных самолетах, и эффект был не такой. Ну вот, много ощущений. Я надеюсь, тебе понравится и запомнится тебе надолго. Я думал, ты мне друг. Да? Попрощаемся на сайте. Да, да, да. Давай. Так, всем привет, скажи, что я всех любил. Прощай. Всех уважал. Прощай, прощай. Редактор субтитров А.Семкин Королевы. Именем короля! Откройте! Давай, давай. Свойной! Давай, где поставь? Где? Одну, одну, одну. Именем королевы! Откройте! Давай, две, давай, две! Ему больно! Не будет ему больно! Да не будет ему больно! Именем короля уже! Диана! Рома, даме слово! Две, брат? Да. Добери. Ромка, напрягай! Тихо! Подождите, 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 подождите! Подождите, я проверю его! Вот она, буквально я лево! А ты, кстати, знаешь, я скажу тебе, что заметила вчера, они допустили оплошность, короче, вы им говорите, что вот Оля и Рома вы выиграли миллион, и они такие, ну, вы спрашиваете, а вы ожидали? Нет, мы, короче, не ожидали, мы об этом даже не думали и даже думать не хотели, пусть все будет так, как будет. Они говорят эту фразу, а через минуту они говорят другую фразу, после вашего вопроса вы поделите деньги, они говорят, да, мы с Ромой заранее договорились, что мы поделились. Да, договорились, да, да. То есть они сначала говорят о том, что мы даже, мы об этом не разговаривали, мы не мечтали, не планировали, пусть все будет, как бы через минуту на ваш вопрос они отвечают, да, мы договорились, что заранее. Я не слышала, вы подумали, что говорить вообще? Я, кстати, очень надеялась, что Май Солнцем выиграть, а так прям хотела вообще. Да нет, ну, не навряд ли, скорее всего, я думала Саша и Наташу больше. Или Саша с Наташкой, а здесь с вами. А вообще очень хотела бы, чтобы потом Сэм и Настя, они реально заслуживают тоже. Ну, я надеялась, что Май Солнцем, тем более у них сейчас такие проблемы вообще, такие запутки, а Май вообще ничего не выиграла. Натусик! А-а-а-а! Явно! Все? Так, еще чуть-чуть двигай. Это два! Это два! Всем залезайте! Ази, вон тут штука. Рома, ты чего? А-а-а, Глаз! Ты вся в молоке. Работаем так. Тихо, продолжай работать. Что это сделать? Тут никого нет, это просто гонкопка была. Так, обрызгай его. Э-э-э! Дай-ка помочить. Отдай помочь. Так, там камера, иди сюда. А-а-а-а! Глаз! Степа, отправь ее умываться. Иди умываться. Сюда. Иди умываться. Не надо брызгаться руками вот так вот. Я не вижу. Все, все, сюда срочно. Снимай ее. Она грелла. Еще не знаю. Семь снимай ее. Снимай быстро ее. Залезай быстро ее, грунтуй. Залезай, грунтуй. Семь туда же. Ну что, живой? Понравилось тебе? Слушай, класс. Да? Класс. В крови только адреналина, это что-то. Я мечтал. Спасибо тебе огромное. Ой-ей-ей. Вообще класс. Ощущения непередаваемы вообще. Я очень переживала за тебя. Почему? Ну потому что вы куда-то улетели. Боже, куда живу? Ладно. Главное, я живой. Да. Слушай, классно вообще. Спасибо. А ты боишься? Да, я боюсь. Я очень тебя благодарен. Да. Да, во мне чувство гордости и какого-то, знаешь, непривычно так на земле ходить. Да. Хочу туда, обратно. Я давно мечтал о таких ощущениях. Да. Ты мне это подарила и я правда тебе отомщу. Я очень рада. Но мне важна ответная реакция на самом деле. Конечно. Потому что мне кажется, что я уже много чего для тебя сделала. Да, первый день ты мне разыграла. Круто. Я старалась. Это твой первый шажок. Ну, ты ожидает меня большего, конечно. Да. Хорошо. Я в долгу не останусь. Ты слышишь математику? Да. Оля плюс Давид равняется крепкая, надежная, долговечная, прочная дружба. Хорошо. Теперь поговорим не о Бузовой. А Оля Деситовская плюс Давид равняется? Крепкая, надежная, прочная и долгая дружба. Еще раз. Что? Дружба. Дружба? Да я думаю, что даже дружбы у них не будет. А что у них будет? Ничего. Ничего не будет. Даже секса. Да? А чего они тогда на свидание поехали? Ну, ты же знаешь, Давид, любители у нас сказали, что... Ой, Лизочка была такая хорошая. Жаль уехала. А когда Лизочка... Ой, это не она. Это не ее я видел на кастинг. Другая девочка мне нужна. Какая? Это Ольга. Ольга Сидовская. Ольга из Санкт-Петербурга. 18 лет. Да, она... Да. Приходит Оля. Ой. Лизочка все-таки была хорошая. У него не может быть здесь женщина. Почему? Он нереалист. Сейчас по грязи, по лужам. У него сейчас грязь. Так, ну сейчас и потом, держи ее крепче. Вот. Романна? Да. Вот такая вот доля мужская. Таскать женщин на свои шеи. Ох, ох. Что поделаешь? Ты должна быть приятной мне носить минуточку. Так мы старались. Только в ритм. Тук-тук-тук. Да. Тук-тук-тук. Давай. Давай-давай. Завершил? Да. И... Все берем твои пенопластинки и несут в мусорку. В мусорку нести. В мусорку нести. Нет. Грубо. Сейчас не знаю. Давид вроде говорит мне, что оно ему нравится. То есть он говорит... Мне не нравится вот эта запутанность, то, что она... Знаете, Давид вчера ляпнул? Я вообще офигела. Кто? Давидком. Так вот, ты знаешь... А, Лиза, какая красивая была. Которая ушла, помнишь? Она такая красивая была. Она мне так понравилась. Такая умная. Ну, может, это первое впечатление о том, что не она, он так. А потом может... Может быть. Маринка вообще страдает. Я бы хотела, чтобы он с Маринкой был. Но он с Маринкой не был. Она бы, кстати, нормально бы сейчас... Она бы... Она очень приеденный человек. Вот мне кажется, да, Маринка? Она бы была приедена... Она бы в рот досмотрела. Женька нас встречает. Ну, Женька, где салюты, шампанское? Где песни? Песни под гитару. Я вас как встречаю? А! Давай сюда. Осторожно. Здорово. Как? Ничего вообще класс. Ничего? А то есть это... Ну, это... Это супер-пупер-даст и фантастик. Я ничего сказал ваше здоровье. Слушай, вообще замечательно. Сейчас расскажу такое, Ваня. Ну, рассказывайте. Что делали? Все к нему. Что делали? Вообще я летал. Пусть хочу. Где летал? На кукурузнике вообще. Вот такую. Все, это все драка, что ли? Ну, ты люби меня. Давай я только я. Психологическую атаку показать? Психологическую. Понимаешь? Сразу как реагируешь. А хочешь я плаваю? Психологическую атаку. Руку убери. Не бойся. Нечестно. Мне вообще не будет. Ну, это неинтересно. Психологическую атаку. Чувух. Руку я делал спину. Быстро. Быстро. Вторую руку сюда давай. Разрешись. Так, кто убил Лизу? Кто выгнал Лизу с проекта? Ты? Признавайся. А? Нет. Ты? Будет больно тебе сейчас. Я, я. Все, видишь? Ты выгнала Лизу с проекта. Мне больно. Так, получается, ты мне придашь? Обвинишь во всех грехах, как только тебе будет делать больно? Нет. Ну, Лиза, это же что, Лиза? Настя. Настя, а ква-ква ты это брал? Ну, брожать. Я боливнись, а? Да. Замоливнись, а? А я... Ой, еб... Слушай, я тебе действительно уже что-то это, блин... Что, забыла что ли, было? Страх потеряла или что? А? Давай танцевать! А я мама! Вы что делали? И закрой твою книжку. Да, она закройла. А я вторую книжку запомнил уже. Настя, дай книжку. Иди в дом, иди. Иди в дом. Ладно. Встань на колени, попроси меня. Че? Слушай, Зава, у тебя температура, по-моему. Ляш, отдохни. Оленька, вот вы сегодня ездили с Давидом на свидание. Да. Я, конечно, могу дождаться лобного места и узнать от вас там, что вы решили, но я все равно настолько любопытная, что мне не терпится и хочется узнать все прямо сейчас. К чему вы пришли, понравилось ли ему свидание, что ты чувствуешь, как потом к тебе относятся? Я приготовила ему сюрприз. Мы летали на самолете, то есть он летал, и я его ждала внизу. Как верная жена. Да. Он спустился, и, как я поняла по его ощущениям, что ему очень понравилось, что он не ожидал от меня такого сюрприза. И был он в восторге. Вот смотри, от сюрприза он был в восторге. Вот от тебя. Был он в восторге? Ну вот вы разговаривали сегодня там? Да, мы разговаривали, и, как он правильно сказал, что свидания не скрепляют. Насчет отношений, что там будет дальше, мы пока еще не разговаривали особо, но я думаю, что все будет. Что это не так, как в предыдущий раз у него. Ты считаешь, что у вас действительно будет все серьезно, и ты та девушка, которую он ждал здесь? Думаю, да. Ну, просто, видимо, может, не надо испытать, потому что я мало наблюдала за тем, как развивались события у него с предыдущими девушками, но мне кажется, что в данный момент он со мной искренен. Ну, не знаешь, что кажется? Мне кажется, что Давид никогда не поведется в свои 30 лет на красоту внешнюю. Ну, ты очень симпатичная. Фигура, лицо. Очень приятная такая вот картиночка. Я не знаю, тебя изнутри еще достаточно хорошо, потому что мы с тобой мало общаемся. В тебе есть какие-то качества, которыми ты можешь зацепить его? Искренность. Искренность в чем? Вообще в своих действиях, в своем отношении к нему. Угу. А еще? Я думаю, этого хватит. А ты не любишь неискренних людей? Нет. А кто для тебя, по твоему мнению, на проекте неискренний человек? Только честно. Как ты знаешь, разговор этот останется между нами. Они на лобном месте его не будут обсуждать. Я не имею права никому говорить о том, с чем я разговариваю со своими гостями, которые приходят в ванную. Просто по твоему мнению. Кто кого ты считаешь неискренным человеком на проекте? Вот сколько я? Четыре дня здесь, да? Угу. Маринка, Женька. Мне кажется. Неискренне. Угу. Женька влюбилась. Угу. Женька влюбилась. Стоять. Угу. Интересно. Кто его это? Я вам сегодня так и не сказала. Наверное, меня. Ну-ка безнадежно. Хотя он, я помню, говорил, что тебя можно влюбиться. Ой, люди. Что-то лориться. Нет. Моёха верный. Ну что, можно любить человека? Не изменять любую кожу. Женька, я за тебя боюсь. Не беспокойся. Ну, тебя, брат, ты флюиды пускаешь какие-то? Да? А они мне перепадают. А ты мои. А я прямо лавалюбилась. Что, как дура? Жей флюиды. Для нее это опасно для здоровья. Да? Да. Ей кое-кто, кое-что сломает хребет, в общем. Так что это, аккуратнее. Я не могу программировать. Салфан-дюб. Я не почувствовала, что ты скучала по-моему. Да, понятно. Я что должен? Обземь обшибиться, чтобы ты почувствовала. Что вы выпустили? Ты мне, по-моему, так иногда начинаешь просто перерадуешься. Я не почувствовала. Я что должен? Руками махать, бить посуду. Я не почувствовала, что ты соскучился. Ты что, узнешься? Да ничего, потому что мне не нравится. Я уже сотый раз. Мы сидяемся в доме. Почему ты не радуешься? Мы, 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 почему ты не радуешься? Я эмоционально выражаю свое состояние. Ну, что? Все? А что, может, прикольное лопное место, что можно сказать? Почему он много времени с Женей проводит? Кто? Он сегодня весь день спал. Не будем ничего... Встречайте, Степан Ленчиков! Блин! Еще есть Александр Вели, да! Встречайте его! Бородулька у нас заболела. А Собчак? А Собчак не будет по неизвестным причинам ровно трое суток. Ну, это нас не утруждает никак, потому что мы с удовольствием проведем лобное место. Соответственно, получите микрофоны. Есть. Оля, собственно, и Давид. А у тебя где микрофон? Давай, давай начнем с Оли. Оля сегодня ездила с Давидом на свидание. Она вчера говорила, что сегодня будет свидание за Шибенская. Очень сюрпризное. И самое нереальное. То, что никогда, никогда еще на Доме-2 не было. Давай. Да, рассказывай, рассказывай. Что надо было. На свидание. Я хочу, чтобы об этом рассказал Давид, о своих ощущениях. Хорошо, все, Давид. Я с удовольствием расскажу. Сегодня, да, мы летали на очень странном самолете, который всего лишь две штуки в России. Да, больше таких нет. В Москве и Петербурге. Да, в Москве и Питере. Я спрашивал год выпуска, они не знали. Мне показалось, что это до нашей эры. Особенно, когда я, как она меня разыграла позавчера, или вчера, да, я со страхом шел к этому самолету. Я думал, что он ржал, и, слава богу, когда приблизились, она оказалась всего лишь желтой. Вот. У нее был стеклянный пол. Пол самолета? Да. И вот это пространство, которое над тобой, это такое ощущение, я не могу передать. В обычных самолетах это не так, ты не чувствуешь, ты сидишь комфортабельно и высоту не чувствуешь. А все это пространство у тебя прямо под одним местом. Это очень страшно. У тебя одно место, как оно, нормально? Ну, не будем об этом. Это очень страшно. Особенно мне понравилось, когда мы вот так боком поехали. Вот так вот. Это было замечательно. Я очень доволен, очень. И адреналин. Это прекрасно, что эти ощущения у тебя возникли под одним местом. Но все-таки хочется ближе к делу, так скажем. Судя по тому, что вы сидите опять на равных бревнах на обном месте, то можно сделать вывод какой? Что Оля друг. Человек собаки друг. Это знает и физрук. Нет, на самом деле я сделала первый шаг серьезный, и я жду ответ на реакцию. То есть вот самолет это серьезный шаг? Да. Если ты хочешь забывай на вида, посади его в самолет. Да. Я могу сделать... Заявление? Нет, нет, нет. Я хочу в знак благодарности ей и взаимосимпатии сделать маленький подарок, если можно. Ура! Платье. Как и романтично, и сентиментально. Веник ухо. Канал «Зависть» и «Романтичко». Куда я качал не ходил? Да. Настоящая? Да. Наташа Мелидова. И еще раз тебе хочу поблагодарить. Огромное тебе спасибо. Скажи, у Ольги есть шанс повторить судьбу многочисленных твоих поклонниц? Ну, почему так ставить его вопрос? А как его еще ставить? Хорошо. Какая судьба ждет Ольгу? Это зависит как от меня, так же и от нее. Я надеюсь, что у нас все будет замечательно. Я очень на это надеюсь. Потому что, если вы думаете, что мне одному очень весело, вы очень ошибаетесь. Мне тоже хочется создать пару. Сколько времени Оля может чувствовать себя королевой твоей девушкой? Там, назови, дни... Недельку. Дни, недельки, там... Сколько времени, да, тебе нужно, чтобы определиться? Вы очень плохо обо мне думаете. Да почему? Кто о тебе плохо думает? Ты думаешь? Мне кажется... Просто скажи, сориентируй нас. Примерно на какой срок нам рассчитывать, чтобы ты определился в своих, так скажем, чувствах к Ольге? Либо она станет твоим другом, либо у вас что-то большее будет. Мне кажется, что, кроме этого, у вас проблем своих хватает. Так что присмотритесь, пожалуйста, за своими парочками проблемами, а у меня все будет в порядке. Хорошо, Давид. Давид, кто же тебе больше нравится? Я думаю, и так ясно. Мы с Маринкой разобрались, по-моему. Я очень надеюсь. Ну-ка попробуй. А что я могу тебе сказать? Я уже тебе все сказал, Марина. Сам лично передам. Только не кидай микрофоном. Ты мне нравишься как человек, я это всем говорил. Если ты сейчас поставишь ей больше оценку, чем мне, ты просто упадешь в моих глазах, как мужчина. Понял? Только попробуй это сказать. Давид, не слушай Марину. Говори правду. Я понимаю, что ты женщина боевая, но ты должна знать, с кем ты воюешь. И, пожалуйста, успокойся и не делай так, чтобы я был твоим врагом. Я тебя очень прошу, я хочу быть твоим другом. Вот. И я оценки не собираюсь ставить, я не имею на это права. Вот. Вот и все, что я хотел сказать. Ну, чё? Всё? А чё? Можикольное лобное место, чё можно сказать? Скажите, у Жени, почему он много времени с Женей проводит? Кто? Он сегодня весь день спал. Не будем ничего спрашивать. А мы увидимся завтра на канале ТНТ. Тем более у Саши Неридова завтра день рождения. И смотри, как он будет его отмечать. Это был телепроект Дом-2 «Построй свою любовь». АПЛОДИСМЕНТЫ Ты скажешь, что завтра не будет в своем день? Вот какой-то вид. Я, конечно, не хочу об этом думать. Но всё-таки у меня вот вчера и позавчера у меня переживания были такие, как никогда. То есть, когда голосование раньше было, я спокойно к этому относилась. И сейчас уже переживаю. Давай, 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 давай. Ну иди же, не бойся. Не бойся. Удай её на руки. Вот так вот. Ура! Страшно. Страшно. Тяжело? Нет. Тяжело. Как не уходи. Ой. Страшно. Да. Да. Почему Марина говорит, она всё держит? Маринка такая злая вообще. Нет, почему её ко мне приписывают? Я к ней не приезжал, она ко мне не приезжала. Я ей ничего не обещал и всё такое. Её тоже ко мне приписывают. Ужас. Ужас. Чё, Жень, бесит, говорит, зачем это показуха? Всё равно у них не получится. Бла-бла. Молчала бы, счастлива. Она больше переживает, наверное, за то, что её не выгнали, чтобы она была эффектная. Всё к сумасу будет за что сдаваться. Молчала бы, да. Мне так кажется. Хотя она и по тебе говорила, что не знаю, не знаю. Но я ей никогда ничего не обещал. Женечка, я приглашаю тебя сюда. Ой. Потому что я хотел с тобой поговорить. Хотел извиниться перед тобой за тот поступок, который я сделал. Что ты делал? Знаешь, столько вопросов. Для меня ничего такого обидного не произошло с твоей стороны. Ну, обидного, не обидного. Я делать этого мне не стоило. Мне действительно очень нравится ты. Я? Не, ничего. Ну, я просто хочу попросить прощения и сказать, что ты мне действительно низко не нравишься. И я буду вам действительно рад, если у нас что-нибудь с тобой получится. Спасибо. 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 Приятно. Кемеровичка. Ну. Я знаю, что ты очень любишь сладенькое. Любишь тортики и любишь пить чай. Несмотря на то, что у меня болят зубы. Все равно люблю. Что же. Давай его откроем. Давай. Они подходят очень к другу. Ну, посмотри на них. Да. Так уже им что-то ломается. Так она же ему отказала. Он же не ухаживал. Да, она сказала, да. Очень хорошо ухаживал. Красиво. Все, все дело. Она ему отказала. Потом ты приехала на следующий день. Ну, я помню, они разговаривали. Потом я уехала, когда, да, они пошли на свидание на шлях кататься, разговаривали. Мы сказали, что только друзья. Мне кажется, он за ним встанет. Мне тоже кажется. Но он такой, знаешь, он переменчивый. Стоит на него бросить внимание. И все. Он просто знаешь почему? Потому что он новенький. Он еще ничего не поймет. Что делать-то, что и как. Он такого еще. Но все равно, если ты приехал к Жене, то отбиваешься. А если они Жене попали, то сказали, что они друзья. На следующий день на обном месте он сказал, что будет за меня бороться, да. В итоге я сказал, да. Я не могу еще. А во мне-то не расчаровался с того дня? Женя, на самом деле, чем больше тебя узнает, тем ты не становишься симпатичнее. Приятно. Слышит. Ты очень хорошая девушка, очень порядочная, милая, искренняя, добрая, красивая. Я сейчас как раз нет. Я очень рад. Здорово, что так все произошло. Не ожидала, честно. Даже не думал, что такое может произойти. Да нет. Не будем торопить события. Хотелось нам все быстрее делать, но... Пускай все идет так, как будет. Я согласна, мне кажется, что я все-таки это... Премя немножечко осталось здесь, честно говоря. Тебе осталось здесь немного времени? Угу. Совсем чуть-чуть. Ну, почему так не кажется? Я так не думаю. Слышишь, мне не нужно было голосовать? Угу. Все может быть. Я, конечно, не хочу об этом думать, но все-таки у меня вот вчера и позвчера у меня переживания были такие, как никогда. То есть, когда голосование раньше было, я как-то спокойно к этому это все сейчас уже прерываю. Не будем думать о плохом, но я думаю, что все будет отлично. Соответственно говоря, ты никуда не уйдешь, потому что просто нахер, что я тебя не отпущу. Субтитры сделал DimaTorzok